Суд Сеула в пятницу приговорил бывшего президента Южной Кореи Ли Мюнбака к 15 годам тюрьмы за коррупцию. Прокуратура требовала для него 20 лет заключения. «Суд приговаривает обвиняемого Ли Мюнбака к 15 годам тюрьмы и штрафу в 11,5 миллионов долларов. Если обвиняемый не выплатит штрафа, суд отправит его в заключение с обязательной трудовой повинностью». Ли Мюнбак, который на оглашении приговора не присутствовал, был у власти с 2008 по 2013 годы. Он четвёртый экс-президент Южной Кореи, которого осудили за взяточничество, растраты и злоупотребление властью. Ранее его преемницу Пак Инхэ по таким же обвинениям приговорили к 24 годам тюрьмы. Согласно вердикту, Ли Мюнбак принимал взятки от крупных компаний, включая Samsung, которая хотела избежать расследования по делу об уклонении от уплаты налогов. Также средства ему перечисляла его собственная служба разведки. В целом, как выяснило следствие, он получил около 10 миллионов долларов. Экс-президента также обвинили в растрате более 20 миллионов долларов со счетов частной компании по производству автозапчастей, которая принадлежит его брату. 76-летний Ли Мюнбак, отрицает все обвинения и говорит, что расследование в отношении него политически мотивировано. До того, как стать президентом, Ли Мюнбак был мэром Сеула. Он также занимал пост строительной компании Hyundai Engineering and Construction.